Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомеле сбили велосипедиста, который передвигался по проезжей части дороги. ДТП произошло 23 мая на улице Добружской. 32-летний мужчина двигался на велосипеде по правому краю дороги и в какой-то момент стал пересекать проезжую часть в неустановленном месте. Следом за ним ехал 36-летний мужчина на Вольцвагене. Он не успел среагировать на маневр и совершил наезд. В результате велосипедист получил травмы, с которыми был госпитализирован. В Гомеле задержан могилевчанин, который обманывал продавцов и таксистов, отправляя им фейковые чеки об оплате. В мае милицию стали поступать заявления о том, что кто-то обманывает таксистов. 13 мая возле одного из домов по улице Пугачёва водитель передал продукты питания на 240 рублей. На следующий день другой таксист привез мужчине продуктов на 165 рублей. 15 мая таким же способом таксиста лишился 115 рублей. Неизвестный с помощью сервиса заказывал продукты питания и спиртное, после чего просил реквизиты банковской карточки и присылал чек о якобы произведенном переводе денежных средств. Однако ни в этот день, ни в последующие таксисты денег не получали. Оперативники уголовного розыска на съемной квартире задержали 25-летнего жителя Могилева и троих его товарищей, один из которых был в розыске. Выяснилось, что могилевчанин подделывал чеки и подобным способом обманул около десятка водителей такси, а также предпринимательницу, передавшую ему букет из 111 роз. Следователи возбудили уголовные дела по всем фактам мошенничества. В связи с окончанием учебного года в целях предупреждения дорожных происшествий с участием детей с 25 мая по 5 июня в Республике проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В период проведения акции в соответствии с требованиями правил дорожного движения необходимо в обязательном порядке в светлое время суток включать ближний свет фар или дневные ходовые огни на механических транспортных средствах. За невыполнение этих требований предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до трех базовых величин, предупреждают в ГАИ. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.